Всем привет друзья! В этом уроке мы разберемся как клонировать объекты в 3DMAX и рассмотрим несколько методов вызова команды клонирования. Любой объект в среде 3DMAX можно клонировать с разными свойствами, или как говорят некоторые учащиеся копировать, хотя в справке 3DMAX употребляется слово клонировать. Вообще клонирование более обобщенный термин, который принято использовать при создании копии экземпляра или ссылки на объект референс. Допустим у нас в сцене есть какой-либо объект, ну пускай будет чайничек, так как он самый удобный в этом плане для показа. Для того, чтобы клонировать его, выделяем объект и идем на главную панель в меню Edit. Нажимаем Edit и находим команду Clone. Здесь мы также видим горячую клавишу Ctrl-V. Нажимаем Clone, появляется всплывающая менюшка, на которой мы можем указать, какого типа клон будет создан. Если мы выбираем копии, то будет создана копия, которая полностью повторяет все свойства этого объекта родительского. Но при изменении каких-либо свойств родительского объекта, на копии это не будет никаким образом отражаться. То есть это независимый объект. Второй способ это Ctrl-V, горячая клавиша. Нажимаем, снова появляется такая же всплывающая менюшка. Здесь мы уже выбираем Instance. Можем сразу дать какое-нибудь осмысленное название. Давайте назовем Teoport 2. Нажимаем Instance. Выдвигаем объект. И что мы видим? Если мы начинаем изменять родительский объект, изменяется и дочерний объект. Видите? Если же мы переходим на дочерний объект и тоже начинаем его изменять, изменяется и родительский объект. То есть получается двухсторонняя связь. Как этот объект связан с этим, так и этот объект связан с этим. Создадим третий тип клона. Заходим правой кнопкой мышки, контекстное меню выбран в объекте, да? И нажимаем здесь клон. То есть, что здесь клон, что горячие клавиши, что здесь в контекстном меню, это одна и та же команда. Вот. Также указываем, да, название нашего чайника, но здесь уже ставим Reference. И вот, когда мы выдвинули Reference, мы видим, чем он отличается, допустим, от Instance. Смотрите. Если брать копию, копия у нас выглядит обычным шрифтом здесь. Если брать Instance, он подсвечивается таким вот жирным шрифтом, да? Как группа. А если брать Reference или ссылку на объект, то здесь появляется такая полоска. И заметьте, у объекта нет никаких свойств. То есть, мы не можем менять свойства у Reference. Получается, третий вид это односторонняя связь от родителя к дочернему объекту. Если же мы при создании Instance хотим, чтобы объект стал уникальным, мы можем нажать эту кнопочку, Mike, Unique, и этот объект становится как эта копия. То есть, если мы меняем родительский объект, видите, этот объект уже остается неизменным. Обратная операция, к сожалению, невозможна. То есть, мы не можем, допустим, выделить этот чайник и снова присвоить ему Instance, да? Потому что один раз он уже разорвал эту связь и стал копией. Есть еще один способ клонирования объекта. Смотрите, так как при клонировании, когда мы нажимаем команду клон, объект создается на том же самом месте, где находится этот объект. Второй способ позволяет нам сразу, не теряя объекта и потом не выделяя его, сразу визуально как бы увидеть его, да? Нажимаем клавишу Shift, выделяем объект, зажимаем левую кнопку мышки и тянем. Вот, допустим, за эту ось. Появляется окно клонирования, но теперь смотрите, теперь у нас появилась здесь еще дополнительная опция Number of Copies, то есть количество копий, да, которые будут создаваться. Вот здесь мы указываем, допустим, 3 или 4, да, называем. И каждая последующая копия ей будет присваиваться новое имя, допустим, 7, 6, 5, но начнется все с четверки. То есть как мы присвоили имя, и так по нарастающей. Везде будет добавляться плюс 1. Теперь смотрите, при таком способе копирования, да, объекта, клонирования, копирования, мы можем также пользоваться инструментами Rotate. Вот, если мы захотим повернуть наш чайник и скопировать его несколько в копий, видите, он сразу по кругу создает через равномерные промежутки, через равномерные градусы, да, углы поворота, создает такую вот фигуру. И так же можем масштабировать. Зажимаем Shift, тянем кнопочку, видите. То есть чем удобна эта структура, что мы можем сразу не только изменять свойства объекта, но также менять его направление и масштабирование. Из этого урока вы узнали, как клонировать объекты в 3D Max. Оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасибо за внимание, всем пока.